Друзья, здравствуйте! Делаем для вас специальный сравнительный обзор двух колясок. Это у нас Nourdi Luna, это у нас Nourdi Fjordi. С Владимиром делаем, да? Давайте объясню, может быть, для других, кто будет смотреть. Вы уже родили, вы живете в Ростове-на-Дону, да, и выбираете между двумя этими моделями. В первую очередь для вас важна надежность коляски, вам обе эти коляски, в принципе, нравятся. Единственный вопрос по поводу надувных колес, по поводу амортизации, потому что у Fjordi до этого была рама, очень похожая, как здесь, да, от закрытого типа. И были колеса неудобные, в этом году они изменили, и вас как раз это смущает. На самом деле, хорошая новость в том, что у нас был магазин до этого же в Ростове-на-Дону, и мы практически месяц там прожили, знаем условия, в которых вы будете эксплуатировать. Вот, поэтому, на самом деле, действительно, можем сделать адекватную консультацию, да, для вас. Плюс у нас же есть теперь трек, на котором мы тоже прокатим и расскажем про свои ощущения, да, чтобы мы рекомендовали для вас. Окей, давайте, собственно, переходить к самому обзору. Смотрите, сразу скажу, отличие в тканях, да, здесь она более меланжевая, здесь она более мягкая. Отличие в козырьках, ну, здесь сам козырек, он на самом деле поглубже, да, вот эта секция есть. Плюс вот эта секция здесь есть дополнительная, что можно углубить вот таким вот образом, да. Здесь похожая ситуация, также можем углубить. Ну, это больше в летний период времени. Да, больше на летний. В принципе, хорошая новость в том, что у вас, в принципе, сугробов-то не бывает, а у вас, ну, большую часть времени тепло, поэтому там размер колес, там утепленность люльки, размер люльки для вас не имеет значения. Не, почему? У них вот у дорог нет. Ну, у дорог нет, да. Единственное, как-то амортизация для вас важна. Теперь смотрите, по поводу люлик, по поводу, давайте, накидок на люльки. Смотрите, здесь это реализовано, закрывается вот так магнитами. Здесь у нас будет, как это сказать-то, бортик, да, который можно будет закрыть. У вас же ветрено достаточно зимой. Вот здесь можно будет закрыть, присматривать за малышом. Здесь реализовано маленько по-другому. Здесь крепится вот на такие штуки. Плюс, что удобно, допустим, вам нужно достать малыша, достаточно вот эту часть отстегнуть, откинуть, и не, как бы, не переживать за то, что в люльке потеряется тепло. У вас будет доступ к малышу, вы сможете его достать. Вот таким вот образом, да? Здесь... Ну, конечно, здесь система получше реализована, удобнее, чем на Луну. Вот, здесь на самом деле удобные магниты, что касается крепления, но когда вы откинете накидку на ножки, на люлечку, да, то, в принципе, ее можно уронить. Вот это имейте в виду. Вот, что здесь касается люльки, что здесь здорово. Здесь сама люлька, она увеличенного размера, она на 4 сантиметра больше, чем на Ферде. Внутренняя часть, она крепится также на молнии. И, смотрите, сама чаша, она сделана Арселем и целиком заполнена. Вот, если говорить о Ферде, у Ферде тоже она из Арселя. Она, внутренняя часть обивки, она также съемная. Вот, ее можно будет снять и постирать. Но сама чаша, видите, она не полная, да? Ну, в принципе, я считаю, этого вполне достаточно. И по размеру она тоже вам подойдет, потому что у вас... Да, средний размер здесь 75 сантиметров, да, это вполне... Вот, по поводу комплектации еще отличия. У Ферде будет полная комплектация. Здесь будет вот такая сумка-рюкзак, москитная сетка, подстаканник, дождевик, накидка на ножки, на прогулочный блок. У Луны будет вот такая вот сумка дизайнерская и будет накидка на ножки и на прогулочный блок. Вот, что касается колес, да? По диаметру плюс-минус они одинаковые, да, колеса? Единственное, у Ферде колесики сами по себе потолще. Вот, мы обе коляски имели возможность катать по бездорожью, по улице, по повадкам. Эта коляска, она, конечно, более жесткая и ей будет удобнее, может быть, управлять по хорошим дорогам. То есть она, знаете, такая сбитая спортивная подвеска. В Ферде, она, знаете, ее стихия, это прям убитые дороги, потому что, во-первых, колеса надувные, во-вторых, сама по себе амортизация, она помягче. Вот. И она очень хорошо едет по неровным дорогам, действительно, прям проглатывает, да, все неровности. А по ровным дорогам, если будете идти, она, знаете, такая немножко валкая. Вот. Этой коляской, как я уже сказал, да, будет легче управлять по неровности. Вот, давайте я вам маленько покажу по бездорожью. Единственное, вот, давай, наверное, утяжелитель положим, да, чтобы это было натуральней. Итак, мы положили утяжелитель, давайте теперь попробуем потестировать. Подъем, да, подъем на бордюр. На самом деле, наверное, мне не очень удобно, я бы чуть ручку опустил. Когда ручка опущена, вот этот рычаг поудобнее становится. Единственное, чувствуется, да, что сама коляска, она достаточно длинная. Если вы прям совсем миниатюрная мама, то имейте это в виду, да. Окей, на борт, ну, на поребрик или там, на бордюр достаточно легко. Знаете, за счет чего? За то, что сама по себе она... О, пружине, да, сама амортизация. В принципе, вот эти вот неровности в виде брусчатки, она не заметит. В этом плане все хорошо. Теперь давайте преодолеем такие неровности, да. Вот, видите, у нас булыжник комментирует прям совсем убитую дорогу. Что касается неровной дороги, да, ну, в принципе, как я и говорил, сама коляска, она достаточно такая сбитая, пружинная такая амортизация, поэтому коляска по верхам так проехала и все. За счет больших колес, конечно, мне было достаточно легко ее толкать, а неровности она преодолевает хорошо. Как ребенок себя будет там чувствовать? Ребенок? Ну, в принципе, ну, если прям гнать на ней, то ребенок себя будет не очень хорошо чувствовать. Вот такие вот дороги лучше, конечно, преодолевать не спеша, понятно. Ну, как, в общем, на любой коляске, какой бы там, какая бы амортизация не была. Это, знаете, на машине вы ни на какой, даже с супер амортизацией по неровностям гнать не будете. Всегда притормозитесь. Точно так же и здесь. Что касается, давайте, пандусов, да. Вот, ставим коляску на дыбы, подкатываем к пандусам. К пандусу. Ну, в принципе, здесь проблем нет, да. Достаточно предсказуемая коляска, вот. Но с нюансами, да. Теперь давайте я, оба, утяжелитель переложу в эту коляску и попробую. Окей, сразу гибно, да, видите, колясочка, она мягче. То есть и амортизация мягче, плюс сами колеса, они надувные, за счет этого, конечно, она будет ехать намного мягче. Заезжать на бордюр, ну, мне показалось легче. То есть, она, видите, я нажимаю на ручку, она сразу проседает, и заезжать удобнее. То есть, получается, Луна, она для более высоких родителей, наверное, да? Да, да. Вот, теперь, что касается... Ну, здесь, на самом деле, плюс-минус, наверное, такие ощущения. Может быть, чуть получше за счет того, что она, знаете, она как будто прижимается к дороге, и может быть, вот эти неровности... А, за счет, знаете, наверное, это ощущение за счет надувных колес. Все-таки она эти неровности, брусчатки лучше отрабатывает. Теперь давайте на совсем убитую дорогу, да, переедем. Слушайте, ну, на удивление, на самом деле, мне понравилось, я практически не почувствовал неровности, да, руками на ручке. Действительно, она мягкая. То есть, ребенок тоже не почувствует, да? Нет, ребенок почувствует, если будете гнать, да, но, я думаю, меньше, чем на той коляске. Окей, теперь давайте попробуем съехать. Ну, тоже все достаточно предсказуемо. Единственное, по поводу пандусов, здесь сами колесики пошире, да, может быть, видите, у нас вот... Ну, нет, у нас нормально, ну, поезжаешь, заезжаешь. Окей, что касается амортизации, однозначно, да, если этот фактор для вас важен, то эта коляска будет мягче. Что касается проходимости, по проходимости они одинаковые, потому что в обеих колясах большие колеса. Сейчас мы еще пробежимся... А, давайте по поводу амортизации, да, я просто вам расскажу немножко теории. Смотрите, здесь почему сделали такую амортизацию? Здесь был смысл в том, чтобы закрыть сам амортизатор и тормозные штоки, все спрятано внутрь. И плюс обратите внимание, что сама вот эта ось, она унесена туда дальше, соответственно, эта коляска будет удобной для высоких родителей. Здесь, посмотрите, это классическая компоновка, здесь у нас пружинная амортизация открытого типа, и сами тормозные штоки, они находятся здесь. Соответственно, за этой коляской будет, в принципе, легче ухаживать, потому что если сюда грязь, песок попадет, вы всегда сможете промыть и промазать это. Здесь смысл в том, чтобы туда типа грязь не попадала. Хорошо, она, в принципе, эту функцию выполняет, защищает, но если вдруг она туда попадет, будет тяжелее ухаживать за этим. Ну, вроде там все исправили. Да, все исправили. Что касается надежности, проблем не будет. Единственное, если вдруг туда что-то попадет, конечно, это зависит от условий эксплуатации, то просто потребуется вмешательство специалиста, чтобы тут все это почистить. Окей, давайте мы еще поставим для вас прогулочные блоки и сравним эти коляски еще по прогулке. Итак, установили прогулочные блоки. Как раз хотели вам показать накидочки на ножки. В принципе, у обеих моделей она классная. Они классные, да? Там они достаточно высоко поднимаются. Даже в бедреную погоду, да, вашего малыша, сможете хорошенечко закрыть. Вот, единственное, крепятся они на сам блок по-разному. Здесь у нас на кнопочке, а здесь, ну, на такие, на карабельные пластиковые. Да, если вы заметили, еще здесь прогулочный блок, он не от текстильной версии, не от тряпичной. Он сделан именно как кожа. Мы хотели показать, что можно взять, то есть, если вы выбираете ткань или кожу, вот, кожа выглядит таким вот образом. Окей, как вы видите, наверное, внешне по дизайну прогулочные блоки абсолютно одинаковые, да? То есть, у них есть пластиковая основа, что здесь здорово. Я вам покажу на одном прогулочном блоке, но они одинаковые. Смотрите, здесь есть две секции. Одна секция у нас тряпичная, ну, зимний вариант, да? Вторая секция у нас для проветривания. И посмотрите, малыша можно будет закрыть полностью. Понятно, есть горизонтальное положение. Причем, опускание в горизонт, да, не влияет на глубину капюшона. Очень крутой прогулочный блок. Бампер у нас регулируется по высоте. Особенно это будет актуально, там, в зимний-литний период, да, когда уже ножки будут в зимней одежде, чтобы малыша туда влезли ножки. Есть межпаховая перемычка и там, и там. Вот, единственное, смотрите, здесь у нас будет еще подголовничек для малыша, да, ну, для такого, пока он еще малыш. Вот, здесь подголовничка не будет. Но все остальное по функционалу все то же самое. Подножки здесь, понятно, тоже регулируются по высоте. Здесь оно, знаете, из такого грубого материала, прорезиненного сделано. Здесь пластик, да, соответственно, будет легко ухаживать. А, кстати, еще когда про рамы говорили, обратите внимание, что здесь корзина открытого типа, а здесь она закрытого типа. Но, единственное, понятно, что можно будет таким вот образом стернуть и сделать из нее тоже открытого типа. Но здесь корзина, она все-таки побольше. Окей, давайте подытожим. На самом деле, какие обе коляски классные. Единственное, они немножко разные по характеру управления и по амортизации. За надежность можете не переживать. Если вам, допустим, после всего этого Луна понравилась больше, а, кстати, по поводу цены, она на 7000 подороже, примерно на 7000-5500 Луна стоит 2 в 1, и 47800 стоит Ферди тканевая. Вот, соответственно, там разница в цене в 8000. Вот, чему я говорил. Если вам эта коляска больше нравится по дизайну, там, по философии, то, в принципе, на ней тоже можно будет ездить. Я не знаю, именно в той местности, где вы живете, насколько амортизация важна. Вот, по проходимости она не уступает этой колесе коляске. Если все-таки фактором выбора коляски для вас является мягкость амортизации, то, конечно, тут амортизация сама по себе мягкая. Плюс здесь надувные колеса. Тогда нужно будет выбирать все-таки в эту коляску. Ну и плюс у них совсем разные комплектации. Здесь полная комплектация, а здесь будет сумка и накидка на ножки. Но, правда, все остальное стоит не так дорого. Можно будет просто отдельный аксессуар купить. Окей, надеемся, это видео было полезным для вас. Мы вам помогли сделать правильный выбор. Еще раз поздравляем вас с рождением малыша. Всего хорошего. До свидания.